друзья мои всем привет опять у нас морозы опять идут пешком и хочу кое о чем поговорить с вами про зону отчуждения обязательно запишу даже наверно не один ролик вчера на стриме обещал просто мне тема очень интересна и получается есть о чем сказать тем более зона отчуждения с этой зоны отчуждения я столкнулся еще до позже и намного суровой так сказать зоной отчуждения в общем есть что сказать постараюсь про это немножко своей мысли сказать и сказать как с этим бороться что делать а сейчас хотел вот поговорить коротко скоро просто дойду же мне вот все чаще чаще пишите друзья мои в инстаграме уже и на ватсапе да кого есть мой номер кто худеет все торопится быстрее быстрее там надо быстро похудеть кто набирает у них еще быстрее хочется набрать я как всегда объясняю то есть мы не спешим мы не торопимся что те кто худеют не спешим не торопимся что те кто выбирает не спешим не торопимся это почему я так говорю потому что самое главное в этом деле это поменять свой образ жизни жизни свои пищевые привычки и не только пищевые да у нас не только цель выглядеть хорошо у нас самая главная быть здоровым так ветер у нас сильный в основном первую цель доставят быть красивым да это очень хорошая цель про эту цель я всегда говорю надо вкусно выглядеть они вкусно есть да про это я всегда говорю везде всем но еще много целей чтоб поменять образ жизни только вкусно выглядит этого этого мало да то есть про здоровье мы не забываем мы это все делаем чтобы еще укрепить здоровье да прожить долгую здоровую счастливую жизнь проект тоже не забываем если вы родители быть примером своим детям да но вообще не важно быть примером своим родным и близким это очень важно и вот мне все пишут вот полгода они уже начали поменяли свой образ жизни кто набирает там за полгода у них там или ничего не набралось они там кушают как не в себя ничего не набирается что делать или же они смотрят на макароны и уже толстеют то есть жиреют конкретно думают что поначалу думают что это мышцы набирает просто если чуть-чуть почитают даже послушает я всех отправляю на фрешлайк 28 до лень до лень но загуглите лень столько видео смотреть уже людям лень видео смотреть ну загуглите да сколько мышц можно набрать как идет синтез белка да это не так как мы отеки скидываем данном за неделю по 5 килограмм ну пробуйте набирайте ради бога хоть 20 килограмм в месяц набирайте но это не мышцы не обманывайте себя потом мне кидаете фотки всяких непонятно кого кто изменил себя там за короткое время и начинаете я ничего против никого не имею да но вы же не знаете как эти люди поменяли свой образ жизни да я вот так вам говорю объясняя вы начинаете ну а чё там может нам тоже типа друзья мои сейчас тут тоже ветерочек друзья мои на поворотах ветер просто и вам объясняю да то что не спешим меняем образ жизни тарелку свою меняем до начинаем потихоньку качать набирать набираем профицитом худеем с дефицитом тут элементарно да друзья мои тут чудес не бывает а вот эти быстрые результаты до которые и вы видите да это не у всех даже но у не у всех у тех кто на фарм поддержки про что вы мне говорите стабильно и про что я вас отговариваю да но опять же я отговариваю не то что я против до фарм поддержки и так далее сейчас секунду я не то что друзья мои против до фарм поддержки или против тех людей кто этим занимается дело тут каждого я во первых не вправе да вам говорит делать то не делать я просто свое мнение говорю свои рекомендации и как я на это все смотрю и как и что я думаю дальше что делать это зона вашей конкретный курс я не знаю ради бога это дело ваше дело ваше я же просто говорю с точки зрения моей логики что я знаю у меня очень много друзей которые уже давно на фарм поддержки для качаются в принципе в друзьях можно увидеть ну кто в отца как бы я этим уважаю вам часть ними я ни разу у них не говорил почему тебе это надо для чего это надо это не мое дело я не лезу друзья мои какие не советую ко мне с такими моментами до лезть то есть это моя жизнь я делаю как хочу то есть без проблем совет всегда дам но потому что вот давай там надо колоть увеличиваться а вы уверены что я хочу увеличиваться больше или вы же не знаете да мои цели и задачи сейчас для меня нету такой цели понимаете нахимичить себя я не знаю чтоб во первых во первых чтобы кто бы не говорил да про давайте пользе позу пользы в мире не будем тут сейчас рассказывать мне не рассказывайте ради бога если вам говорят что это полезно слушайте ради бога я ничего против не имею но у меня нету такой цели да я и так себя чувствую хорошо я и так выгляжу хорошо мне все нравится я тихим сапом росту мне это все нравится мне весь этот процесс нравится самое главное у меня со здоровьем нормально но у меня цели другие друзья мои у меня семья жена дети я немножко по-другому даже смотрю так мне неважно то есть мне не надо вот одно дело если бы я выступал да вот решил я бы заниматься на бодибилдингом для выступление заработка на хлеб то есть тогда вы скорее всего не знаю не могу сказать да то может бы уже что-то бы примена применял ну или бы я бы торговал своим телом там я не знаю да на всяких журналчиках туда-сюда как бы но опять же это тоже такое сомнительное удовольствие для меня для меня я занимаюсь для себя я помогаю людям менять образ жизни укрепить здоровье и выглядеть вполне сносно то есть и я считаю это все необходим не необходимо оно не надо если вам врач не назначил да по состоянию здоровья там без это и так далее да это другое дело про это мы не говорим да а то что вот ну полкода там покачались да чуть-чуть мышцы не так выросли и через полгода себе чем-то хотите уже там но везде конечно советуют качалках друзья то все там ставят в каждом углу себе уколы и вы смотрите хотите ради бога друзья мои дело ваше но я бы не советовал потому что уже не раз повторюсь да для меня но числе тренируется для себя да опять же говорю у кого какие цели приводит кому-то надо какое-то себе свое эго этим самым это как понимаете вот вот пример вот у меня всегда вот то что говорите вот почему нет почему вот и я вам говорю сначала до рассказываю нам надо вкусно выглядеть вкусно не есть то все то есть я вас отговаривать вкусняшек от этих шоколадок туда-сюда все не надо это все но плохо да ну можно почему иногда шоколадки можно но это плохо да также тут с этой химией понимаете но можно это же кто я не говорю что это нельзя просто тут как бы надо понимать надо вам а ну то есть для этого вы образ жизни меняете что сейчас уже через полгода себе ставить уколы ну если этот сайт было флаг вам в руки только как бы обратитесь хотя бы к нормальным специалистам не знаю вот что я вам могу посоветовать больше ничего ну как то так друзья мои у меня тут уже говорю то ветер то у нас тут снега выпало сейчас я вам покажу я уже подхожу просто уже работе вот смотрите какие сугробы короче люди машину целый день откапывать давно у нас такого не было так что вот так вот друзья мои просто вот мои мои выводы да там пол жизни бухаем все подряд жрем выглядим хрем пойми как пузо вперед нас идет такой огромный мамон да на себе носим и потом что-то щелкнуло мы поменяли свой образ жизни так мы за полгода хотим уже всего добить все похудеть потом уже накачаться и уже мало того накачаться да уже этого мало давайте себе всяких химикатов поставил до тонну ну это мое мнение неправильно друзья мои если вот мое мнение хотели чтоб каждому не объяснять я думаю к этой теме уже не возвращаться делайте то что считаете нужным ради бога все вы взрослые люди да единственно делайте все с умом задайте себе вопрос что вам надо как вам надо за вам надо быть здоровым иметь ввиду не только да на физически изнутри тоже да чтоб здоровье ваше крепкого вода или же как бы какие-то интрижки со своей гормональной системой не зная не понимая что куда лезть ставить в надежде что вот вот сейчас вырастет что-то у нас вырасти а потом уже идти лечиться исправлять свои ошибки и потом разочаровываться в здоровом образе жизни в морзале и так далее то есть друзья мои тут палка о двух концах дело за вами дело за вами но самое главное всегда включайте мозг включал всегда включайте мозг так-то можно правильно питаться тренироваться вполне выглядеть сносно до соблюдать режимы 10 минут а тут больше времени потеряете но это все как бы все ваши понимаете вы укрепляете свое здоровье и как бы параллельно кайфуете радуетесь жизнью ставите пример показывать пример своим близким и родным что немаловажно я считаю но повторюсь выбор за вами надеюсь вы сделайте правильный выбор и ко всему подойдете уже с головой а не каким-то амбициями или какого-то послушайте непонятно кого до который за полгода себя нафигарил там тонну стероидов и повезло выглядеть так более-менее хотя если вы в зале будете находиться и увидите посмотрите очень много примена применяет фарм поддержку и выглядят хуже чем вы без фарм поддержки так что вот так вот друзья мои ладно мне надо выходить и так наговорил хотел коротко так что надеюсь будете включать мозг голову а не слушать непонятно кого давайте всем добра то прибудет с вами престижный образ жизни